Сегодня я хочу рассказать мистическую историю, которая произошла со мной в одной из съемных квартир Нью-Йорка. Было это в далеком 2017 году, когда я приехал в США, чтобы поучаствовать в выставке. Договорившись с риэлтором, я снял уютную квартиру в старом доме. Мне повезло, квартира располагалась на первом этаже шестиэтажного здания, которому, по словам управляющего, уже минуло 120 лет. Это было угрюмое кирпичное здание, типичное для бруклинских улочек. Здание, облицованное кирпичом, внутри состояло из деревянных перегородок, обшитых гипсокартоном, поэтому слышимость была хорошей. Но так как я жил на первом этаже, то мог не беспокоиться, что своими шагами разбужу соседа снизу. Однако сосед сверху явно не заботился о моем сне. Его шаги я слышал всю ночь, иногда к ним примешивался топот детских ног. Мне всегда было любопытно увидеть своего соседа, но я уходил из дома рано и возвращался под вечер. Поэтому обитатели квартиры сверху оставались для меня загадкой. С управляющим дома у нас сложились приятельские отношения, и мы часто беседовали с ним ранним утром, когда я спешил в центр, а он занимался уборкой преддомовой территории. Как-то раз я спросил его, знает ли он моих соседей сверху, и нельзя ли с ними как-то переговорить, чтобы они вели себя потише. Управляющий долго смотрел мне в глаза, а потом сказал «Пойдем». Мы поднялись на второй этаж, и он своим ключом открыл квартиру. Он сказал «Послушай, хозяин квартиры умер здесь год назад, и в этой квартире никто не живет. Сестра владельца квартиры живет в Колорадо, и она передала мне ключи, чтобы я мог следить за порядком или на случай, если вдруг прорвет трубу». Мы молча стояли и смотрели на пыльный пол, на старую кровать. Очевидно, что здесь никто не жил. Но что же это тогда было? Из дневника сибирского художника. 10 октября 2017 год. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...